Телеканал НТВ в Молдове, который поет оды партии социалистов, активно пиарит бельского кандидата в примары Александра Усатова. При этом их сюжеты больше напоминают балаган. Цель таких новостей, понятно, оплевать соперника предвыборной гонки. И не важно, каким способом. Ведь большинство людей привыкли верить тому, что пишут СМИ. Видимо, напрасно. В одном из последних репортажей телеканала НТВ рассказывается о том, что осенью прошлого года на участке улицы Штефана Чалмаре якобы уложили асфальт. Но из-за бесхозяйственности властей он раскрошился. Ревальный ремонт дорог и ошибки чиновников, уповавших на теплую зиму, привели к тому, что уложенный минувшей осенью асфальт раскрошился. Нынешний его примара Николай Григорешин в качестве временного решения указал засыпать ямы щебнем. Теперь двигаться по разбитым дорогам стало еще трудней. Кроме того, серьезно страдает как городской общественный транспорт, так и частный. Мельчане уже на протяжении полугода наблюдают за злономерными поддельными новостями о родном городе. Потоки лжи льются с телеканалов Плохотнюка, а теперь и с телеканалов социалистов. Мы решили показать бельчанам, как делаются подобного рода репортажи. Еще буквально полгода назад дорожное покрытие на этой самой улице соответствовало всем европейским стандартам. А бельские автомобилисты старались прокладывать свой маршрут именно по ней. Но за зиму все раскрошилось. По данным республиканских СМИ, асфальтовую крошку лично вывез Николай Григоришин на свой завод в городе Гусь-Хрустальный. Да что говорить только о дорогах. Вот в частности река Реут, по которой буквально два года назад ходили теплоходы. А вот на этом самом месте еще два года назад был разводной мост, построенный на деньги Всемирного банка. Миллионы долларов инвестиций. И что с ним стало за эту зиму? Раскрошился. А вот печенье, которое я оставил в кармане 15 декабря. Посмотрите, что с ним стало. И оно тоже раскрошилось. Мост крошился на глазах у местных обитателей. Мы решили спросить, что они об этом думают. Очень недовольны. Ужас. И все за эту зиму. Кошмар. Никто не спорит, что дороги в Бельцах далеко не предел мечтаний. Но сюжеты центральных телеканалов о тотальной разрухе, возникшие в последние два года, вызывают недоумение. Говоря об этих авторах, нельзя не вспомнить слова классика. Разруха не в клозетах, а в головах. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Дороги ужасны по всей Молдове, потому что средства из дорожного фонда распределяются несправедливо и непрозрачно. Например, доля Бельц из этого фонда высчитывается из населения в 70 тысяч человек. Зато, когда составляются избирательные списки, население Бельц чудесным образом раздувается до 150 тысяч, наверное, с учетом кладбищ.